Привет! Как дела? Сегодня я хотела бы рассказать вам о том, как мне удалось попасть в один из самых новейших небоскребов Лондона, который был достроен в 2018 году. Один Blackfriars здание было построено совсем недавно и в 2017 году, когда оно еще достраивалось, была возможность попасть в него внутрь на фестивале Open House Лондон. К сожалению, тогда уже, когда я смотрела билеты и возможность попасть в это здание, билетов уже не было. Даже в середине июля, зная о том, что билеты на такие мероприятия и в такие здания надо бронировать заранее, билетов уже не было. Я ждала-ждала, может быть, откроются еще какие-то дополнительные билеты, ничего не открылось. И я не знала, что делать. Попасть туда мне очень хотелось. Как говорится, наглость, второе счастье. Я решила попытать судьбу и пошла туда, к открытию мероприятия. Первый запуск группы из 15 человек был в 10 часов утра. Я пришла туда к 9 и попыталась узнать у охранника, будет ли какая-либо возможность дополнительных билетов или можно ли будет попасть туда, если у кого-то будет лишний билет. Он сказал, практически нет шансов у тебя, так что даже не думай, иди смотри другие здания и не испытывай судьбу. И тут подошел дядечка, первый посетитель, пенсионер. И я так посмотрела на него и спросила, do you have any tickets by chance? И он сказал, да, у меня есть билет, моя жена приболела и я не могу пойти. Я говорю, can you share? Ну, типа, вы можете поделиться? Говорит, да, конечно, присоединяйся к группе. Ты просто пойдешь по имени моей жены. Вау, такого я не ожидала. То есть, реально, если ты чего-то очень хочешь, этого можно добиться. Ну, конечно, мне просто повезло в этом плане. И пока мы ждали всю остальную группу, я пошла вокруг здания, поснимала его снаружи. Внутрь мы попали ровно в 10 часов. По списку прошли, никаких проблем не было, меня пропустили, ничего не надо было предоставлять, ни паспорта, ни удостоверения личности. Здание состоит из 50 этажей. Высота этого здания составляет 170 метров. В него входят 274 жилых апартаментов, оформленные в стиле мировых люксовых отелей. Кроме того, рядом со зданием находится бутик-отель, состоящий из 161 номера. Также весь комплекс оборудован новейшими технологиями и имеет великолепный дизайн. Изначально, когда группа собралась в 10 часов, нас повели на 11 этаж, где нам показали двухкомнатные апартаменты. По русскому стандарту это трехкомнатная квартира с видом на Тензу, с видом на мост Блэк Фрайерс, на Сан-Пол Кассидрол, на Шарт и вообще на весь Сити оф Лондон. Великолепный вид открывается оттуда. Единственное, что был дождик и окна были заляпаны немножко капельками дождя. И так как пыль уже лежала на окнах, были такие потеки и разводы грязи. Я спросила у экскурсовода, который нас туда привел, а как же бороться вот с таким вот видом шикарным сквозь грязные окна. Она говорит, сейчас пока не моют окна, но каждый месяц будет приходить человек, который будет мыть абсолютно все здание, когда здание уже заработает в полную силу. Квартира состоит из трех комнат, большой зал, который не считается за комнату в Англии, но у нас он считается как зал, там можно смотреть телевизор, расположиться с гостями, а также там рядом с залом выход на балкон. И помимо этого еще две комнаты, ванна, туалет, все это нам показали и рассказали, как функционирует здание на макете. Что внутри находится паркинг, закрытые приватные частные кинотеатры, 20-метровый бассейн, спортзал, 24-сервисный консьерж, который может забронировать вам билеты хоть на самолет, хоть в театр, хоть куда, 24 часа в сутки. Помимо этого, там есть еще и гольф-поле, как бы, симуляция гольф-поля, то есть можно поиграть в гольф, наверное, используя виртуальную реальность и большие экраны. Кроме этого, там можно зайти в винный погреб, побывать в термальных ваннах, а также прогуляться по приватному саду, оформленному в японском стиле. Квартира, которую мы смотрели, удивила меня ценой. Я думала, в центре Лондона с видом на Темзу, с видом на весь лондонский сити, квартира будет стоить от 15 миллионов или еще больше. Квартира стоила всего 3 миллиона фунтов. Я была в шоке, думаю, как бы мне выиграть лутерей, чтобы завладеть такой вот квартирой с видом на Темзу и с видом на, ну, практически на весь центр. После этого мы снова сели в лифт и поехали на 32 этаж любоваться видом с высоты птичьего полета. Весь лондонский сити, как на ладони, был виден с правой стороны, с левой стороны открывался вид на Waterloo Bridge и Oxo Center. К сожалению, Биг Бена оттуда не видно, может быть, с другого какого-то ракурса или с другого этажа будет видно, но здесь мы его не увидели. Наверху нас напоили чаем с печеньками из красивых кружечек застройщика, Сан-Джош, по-моему, застройщик. Ну и как бы мы там пообщались с народом, с экскурсоводами, поговорили. И я была счастлива, что мне удалось попасть в это здание до последнего, пока нас там всех не выгнали. Я оставалась наверху, снимала красивые виды на Темзу, на город и попыталась фотографировать себя, но, к сожалению, фотографии получились темные, так как внутри было темно, а снаружи было очень много света. Поэтому видовые такие фотографии у меня, к сожалению, не получились. Пришлось высветлять, но качество уже потерялось при этом. Вот так вот, если очень захотеть, можно в космос полететь, как мы в детстве говорили. Мне очень хотелось попасть в это здание, потому что это был, по-моему, единственный шанс побывать там внутри, не живя там или не приходя смотреть квартиру с целью покупки этой квартиры. Так что вы обязательно добьетесь того, чего вы хотите. Главное, очень захотеть. Пока на этом все. Пока-пока.